С добрым субботним утром, дорогие друзья! Сегодня для меня эфир в субботу – непривычный формат, потому что эфир черкесской редакции, как вы знаете, во вторник. Но на то есть информационный повод. Вышел в свет сборник стихов поэтессы жительницы Хабеза Мадины Гашоковой. Этого информационного повода, возможно, и не было бы, если бы не финансовая поддержка в издании книги. От женщины и мецената, представителя карачаевского народа. Поэтому сегодня мы в таком составе. Я с удовольствием представляю этот тандем. Сегодня эти очаровательные женщины у меня в гостях. Член общественной палаты Карачаева-Черкесии, заслуженный работник сельского хозяйства Карачаева-Черкесии, председатель союза женщин Карачаева-Черкесии при таком же союзе Российской Федерации. Сегодня Марина Барлакова – гостя моей утренней программы, дорогие друзья, вместе с Мадиной Гашоковой. Почему состоялась сегодняшняя наша встреча? Почему именно Марина здесь? Мадина, я предлагаю ответить на этот вопрос тебе, моя дорогая. Марина Рамазановна сегодня с нами по той причине, потому что она, благодаря только ей, родился сборник моих стихов. Мы с Мариной Рамазановной познакомились два года назад на одном из заседаний женсовета, которое проводила она. И ее манера говорить, ее мысли, все меня к ней притягивало. Нас всех, женщин, к ней притягивало. Мы не понимали, но ее деловое качество, несмотря на ее занятость, на сегодняшнюю глобализацию, она умудряется уделить не только нам внимание, но и проводить очень большую общественную работу. Она настоящий патриот нашей Родины, потому что берется за самые трудные дела нашей Родины в столь нелегкое время. Понятно. Помимо того, что она еще возглавляет колхоз «Кубань» после своего знаменитого отца Айбазова, уважаемого Рамазана Магомедовича, желаю всяческих успехов вашему предприятию, Мариночка Рамазановна. Спасибо. Познакомились благодаря творчеству, именно потому что ты поэтесса или участвовала по линии СВО? Начистывание матерей участников спецоперации, которые проводила Марина Рамазановна. Она услышала один из моих стихов и обратилась ко мне за спорником. Ну, я засмутилась, конечно, потому что у меня нет возможности выпустить спорник. Она не только меня поддержала и сказала, ну, конечно же, поможем, а как же. И случилось чудо. Под самый Новый год родился сборник моих стихов. Я до сих пор... Не веришь, да? Такое впечатление, как будто вот я проснусь, вот это все исчезнет. Как будто вот это новогодний феерический сюрприз. За что я очень признательна Марине Рамазановне. И, пользуясь случаем, я хотела бы отметить, как мой сын на фронте, он не только тронут вниманием к моему творчеству, он признателен Марине Рамазановне за то, что она мне помогла в столь трудное время. У нас сейчас бессонные ночи, затяжной стресс. Несмотря на все на это, на ее занятость, она нам помогла. Выпустить книгу. Выпустить книгу. За свой счет, получается. За свой счет. Мадина с первого дня спецоперации очень близка к этой теме. И теперь я с удовольствием узнала, что и вы, Марина Рамазановна, так плотно. Кстати, я совсем недавно читала в Самарской области от губернатора, его указ читала, что скоро будет назначена награда за содействие вооруженным силам Российской Федерации первой, второй, третьей степеней. Я очень надеюсь, что вы получите подобную награду. Впрочем, как и наш Сантино, он получил тоже благодарственное большое письмо от начальника своей войсковой части. А Сантино – это позывной нашего знаменитого парня, как вот пятнашка, очень популярный боец. И Сантино из Хабеза тоже вот имеет такой позывной и занимается большой благотворительностью. Большая подмога все его действия нашим вооруженным силам. И есть информация, что Марина Рамазановна встречалась с этим парнем, с его сослуживцами. Не расскажете об этой встрече, я бы с удовольствием послушала. Зарима Асланукова, она возглавляет женсовет Адагихабльского аула. Она обратилась к нам вот с таким предложением, можем ли мы оказать внимание бойцам. Я хочу их назвать бойцами, потому что они проделывают огромную работу, большая ответственность и в зону боевых действий доставляют гуманитарный груз. Конечно же, мы с удовольствием это сделали, так как Зарима Асланукова сотрудничаем. Она и член женсовета, и занимается активно сбором и отправкой гуманитарной помощи. Да, поэтому мы их очень тепло встретили, благодарственные письма вручили, вот, и остались такие теплые, очень хорошие воспоминания от того дня. Большое вам спасибо. Пусть Всевышний одарит вас всеми своими благами. Такое благое дело, Марина. Еще ваш необычный образ говорит о том, что в христианском миру это называется монашеский постриг, где-то близко к этому. Я так понимаю, вы совершили хадж? Да, я была в хадже. Спасибо большое. Пусть вам все блага к этому, все, что прилагается, пусть одарит вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Только такой сердечный, благовоспитанный человек мог помочь привести в наш свет замечательные стихи Мадины. У нас есть популярная песня Вот эта песня звучит очень давно и как эти две девушки, как два имени неразлучно в этой песне. Я желаю вам быть неразлучными сестрами и быть показателями в интернациональном деле, соблюдать все наши традиции на Кавказе, где испокон веков чтится дружба и хорошее соседство. Девушки, я вам завидую белой завистью. Спасибо. Любите, уважайте друг друга на долгие-долгие годы. Как я знаю, сегодня, в день записи программы, дорогие друзья, у Мадины, как оказалось, день рождения, и Марина приготовила ей небольшой подарок. Да, хотелось бы вручить нашей дорогой Мадине такой скромный подарок. Спасибо, Марина. Спасибо, конечно, красота. Какая красота. Спасибо. Пожелать дальнейших творческих успехов и всего самого наилучшего. Хороших вестей вам. Спасибо. Спасибо большое. А это... Ну, я надеюсь, что не получится, что кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Нет, конечно. Но когда человек привязан, связан дружбой, теперь уже я смело могу это так назвать, это в каком-то часу времени, довольно-таки поздно, «Зарема, послушай, пожалуйста, какие стихи у меня родились». Прямо вот сегодня. Это было совсем недавно. И вот эти стихи прямо перед ней с вашим портретом сегодня это тоже своего рода выказывание уважения к своей подруге. Женщина-гарянка посвящается Марине Рамазановне Барлаковой. Умна, мудра, прекрасная горянка с рассветом солнца в поле и в трудах неповторима женщина-смуглянка на нивах мира и густых хлебах. И предана отчизне помогая, упорно вновь воскреснешь из руин, взлетая на коня, ты, невзирая, летишь в защиту Родины-святынь. Я от врагов, порою не скрываясь, работать стала сразу за троих. Патроны подавать и не сдаваясь поддерживаешь братьев боевых. Всем труженикам тыла ведать правду и только бы разбить пиар врага. И как бы ни пришлось, ты знаешь, надо тепло беречь родного очага. И не страшны с тобою повороты, как с мудрою не выиграть войну. Душа отчизны и душа народа твой подвиг небывалый за страну. Ты мудростью прославилась, Игорянка, с рассветом солнца в поле и в трудах. Ты женщина-политик и смуглянка на нивах мира и густых хлебах. Я вновь пою таким, как ты, Игорянка, таким трудягам, женщинам земли. Всем мы желаем мира, россиянки, пусть обойдут нас ужасы войны. Замечательные стихи. Если можно, я бы еще хотела показать, что у Мадины тут стихи, которые публиковались, дорогие друзья, вот это детский журнал, ну, известный, который выходит с Кабриней Балкарии. Здесь она напечатается, здесь она напечатана, вот в этом журнале Карачаевского государственного, Карачаево-Черкесского госуниверситета. Диплом оригинальный у нас лежит, вот она. Это зацикл стихов на родном языке от адыгейцев. И множество публикаций в нашей родной черкесской газете. Мадина наша является мамой офицера, который служит, несет эту нелегкую службу сегодня в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Я желаю, я желаю скорейшей победы, и чтобы мы все увидели этот знаменитый марш на Красной площади в честь победы российского оружия. Я с удовольствием сегодня имела разговор с людьми, которые имеют самое прямое отношение к нашему сегодняшнему патриотическому делу, к защитникам Родины. Это поэтесса, которая прославляет во всех смыслах и бойцов, и тех, кто помогает. Фронт и тыл, она часто любит повторять, фронт и тыл едины. Вот в вашем лице, вот вы тыл, а это фронт для меня, Мадина. Девушки, еще раз благодарю вас за участие в нашей программе и желаю всяческих успехов и, как я уже сказала, очень хочется увидеть в скорости Парад Победы знаменитый марш прощания славянки. И мне очень нравится, когда заканчивается Парад Победы под песню «Священные слова Москва за нами» мы помним со времен Парадина. Желаю всяческих успехов, всего вам доброго, до новых, приятных встреч, дорогие друзья. Спасибо. Парад Победы Парад Победы «Священные слова» «Священные слова» «Москва за нами» «Выполнится времен Парадина» «Священные слова» «Священные слова» «Москва за нами» «Выполнится времен Парадина» «Москва за нами» 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 Москва за нами, мы помним со времен Парадина. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Парадина. Под музыку марша «Прощание славянки» сводный оркестр покидает Красную площадь.